Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Значит, у моего мужа тысячи двое сыновей от первого брака в двенадцать и восемнадцать лет. Первая жена ушла к другому, когда детям было десять и одиннадцать. Дети остались с отцом, а на её места пришла бабушка, которая практически посвятила себя им. То есть, это, получается, такое, ну, восприятие идёт. Здесь немного специфическое у детей. То есть, она им готовила, следила по хозяйству, но жила в другом доме. Потом мой муж встретил меня и сообщил матери, что хочет жениться. Но что она взрагировала, что не будет ходить и помогать ему? Ну, в принципе, логично, логично, если появились вы, зачем ходить ей. Но, с другой стороны, это, конечно, поведение такое достаточно одиозное. Вопрос в том, что мне казалось бы здесь слишком официально. Ну, типа, сообщил, что хочет жениться, что хочет жениться. То есть, ну, можно же было, мне кажется, как-то интегрировать вас в круг его семьи. То есть, ну, просто сначала, не знаю, просто пригласить вас там, чтобы вы как-то, как-то подруга, да, были. Вот. А здесь вы пишите так, как будто, как будто бы, это, не знаю, раз и скачок сразу. Вот. Так, значит, она была против нашего брака. Ну, естественно, мама, мама, конечно, конечно. Потом младший сын ушел к матери и учил ему жить. Прожил он там год. После этого захотел вернуться домой. К отцу. А, что у него и у, ну, вот у вашего мужа и у младшего сына есть проблема? Верну, вернувшись, что он захотел. О, сприва ушел, потом вернулся. Старший сын до нашего брака замкнулся в себе. То есть, не общался, все время сидит у себя в комнате, не общался, а у него нет друзей, выходит совсем только за продуктами. Ну, вопрос в том, проблема ли это для него. После школы старший поступил в институт, приучился четыре месяца и бросил в армию, его на следующий год не взяли, так как у него ВСД, а ВСД лечится? Ну, то есть, проводится лечение, да, или как? По поводу учебы, он говорит, что не нашел путь самореализации, работает, пока не видит смысл. У меня такое ощущение, что вы как будто заставляете его. То есть, у меня такое ощущение, что вас волнует, чтобы он вот чем-то занимался. Ну, как бы, он уже достаточно взрослый, мне кажется, чтобы распоряжаться своей жизнью. Ну, в рамках, конечно, зависимости от других людей. Но у меня вообще-то ощущение, что вы пытаетесь вот старшего сына что-то заставить делать, вот так, мне кажется. Со мной разговаривает с сарказмом на вопрос, почему не идешь работать? Ольга, а чем вот продиктован ваш такой вопрос? То есть, типа, это звучит как обвинение, на самом деле. Обещать чего бы это? Так и будешь сидеть, могу сидеть, могу стоять. Ну, только это опять же, вы опять же его обвиняете. Так и будешь сидеть, это опять же какая-то претензия. Какая-то претензия здесь. Рассказал о мужу, он не отреагировал, промолчал. А что он должен был сделать по вашему? Меня возмутило такое поведение сына. Что именно вас возмутило? Ну, то есть, вот, я не уверен, Ольга, что вы со мной согласитесь, но пока что выглядит так, что вы представляете претензию сыну старшему за то, что он не работал. Но это его право, разве нет? То есть, вы абсолютно верно говорите о том, что не будете ему готовить, если вам не хочется этого делать. Правда, я не очень понял, это связано с тем, что он не работает или с тем, как он относится к вам. Но то, как он относится к вам, мне кажется, связано, отчасти, с вашим отношением к тому, что он не работает. Поэтому, тут как-то все взаимосвязано, мне кажется. А, так, дальше. Значит, будет готов только для нас, папа, ты готов сам. А, из-за чего? Ну, то есть, вот, вышли на родовнице и сказал, чтобы я качалобра, права, сюда, дома. Ну, здесь уже больше про ваши отношения с мужем, я бы так сказал. То есть, здесь вот неосознанность, непроработанность, именно, вот, неосознание. Неосознавание идет здесь о ваших отношениях и того, как вы относитесь к детям. Я ушла из дома, так как думаю, такое отношение должно быть, ведь я же его жена не кухарка, которая готовится собить тряпочек. Это правда. Но вопрос в том, откуда у мужа появилось такое отношение? То есть, откуда у него появился этот вот, с чем она связана? Ну, про сто две недели, как решать выбрать с разводом или просто время пройдет. А что вам хочется в этой ситуации делать? Ну, вы сами чего хотите в этой ситуации? Вы сами что хотели бы и вот прямо сейчас в этой ситуации? Не, 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 я спрашиваю не братой, что бы вы хотели, чтобы сделал, например, ваш муж или там может быть его сын, а именно, что вы сами хотите, хотите сделать. Это важно. В нашем отношении все было хорошо. Что вы имеете ввиду под хорошо? То, что вы, то, что вы описываете, ну, не совсем тянет на хорошо. Я бы так сказал, не совсем. То есть, ну, вы можете говорить только за себя, вы не можете говорить, говорить там условно за другого человека, вот. Потому что другой человек внезапно на вас разозлился. Вот. И вы ушли. То есть, вы не попытались понять. Я не говорю, что вы должны оставаться, если вам кажется, что такого отношения быть не должно, окей. Но отношения – это очередная сфера поступков. Вы говорите, что у вас все было хорошо, потом он разозлился и сказал эту фразу. И вы ушли. Может быть, там есть что-то еще, о чем вы не говорите сейчас. Может быть, есть какая-то еще деталь, о которой вы не говорите. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам понравился мой ответ. Буду благодарен вам за отклик. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам понравилось. Доброго. Удачи. Субтитры добавил DimaTorzok Ну-у-у-у-у